Продолжение следует... 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 В общем, ему это все совершенно не нужно. А так их Пригожина совершенно отлично утилизирует и обещал победу. Но вот не очень у него получается, чем его аппаратные враги совершенно прекрасно воспользовались. Конечно, сейчас для Пригожина есть опасность, что он станет халифом до час. И любимец быстренько скатится в какие-то низы и там, где все про него забудут. И он будет счастлив, если забудут, но про него не забудут. Слишком много врагов и слишком сильные оскорбления он нанес, например, тому же Генштабу. Потому что это знаменитое видео, где заключенные называют главу Генштаба Герасимова чудовищными словами, в которых в общем называют в зоне, об этом все прекрасно знают, людей перед тем, как их опустить. То есть в момент уже опускания. Вот случился этот момент. И в любом случае Россия и страна тюремной культуры это прекрасно понимают и Путин, и глава Генерального штаба. То есть за слова придется отвечать все-таки, да? Ну, судя по всему, этот час близится. В США буквально вот несколько дней назад, кстати, сообщили, что ЧВК Вагнера пытается вербовать солдат по всему миру. Вот уточняешь, что это происходит сейчас в Сербии, в Малии, в Центрально-Африканской республике. Советник Госдепартамента Дерек Шолли заявил, что сейчас ведется работа, чтобы положить конец вот этой деятельности Пригожинской компании. Как прокомментируете заявление? Ну, вы знаете, например, проблема с Малии, она сейчас очень интересует немецкое правительство, немецкие власти. Поскольку в Малии до сих пор мир в Малии гарантировали немецкие солдаты, бундесвер, и сейчас правительство отказывается, просит о Малии от немецкой армии. Они выходят оттуда, покидают Малии, и на их место приходят. Кто? ЧВК Вагнера, приглашенные, собственно, новым правительством Малии. И теперь Малии может стать таким филиалом Центрально-Африканской республики. И это, собственно, большая проблема уже не только для Германии. Совершенно понятно, что ЧВК Вагнер потихонечку оккупирует большую часть Африки. И что-то там себя хозяином. То есть это уже, например, проблема Китая, где Китай тоже усиливается, но там у Китая нет никаких частных военных компаний. А он, как обычно, китайцы туда идут с деньгами, с инвестициями, со своими интересами. И иметь рядом с собой вот это вот бандитское образование с гранатами, ракетами, автоматами совсем не хочется. И то же самое происходит, естественно, с американскими политиками, которые тоже понимают, с европейскими политиками, которые это понимают. Да, идет вербовка в тюрьмах Малии, да, идет вербовка уже давно в тюрьмах Центрально-Африканской республики. Но мы еще, например, знаем про Трухмению, что и там шла вербовка. Да, была такая информация. Да, да, да. Хотя это отрицали. Тем не менее, мы знаем о уже многих погибших иностранных гражданах в этой войне, но скорее, больше пропавших без вести. Вот, кстати, бывший командир Вагнеровцев сбежал из России в Норвегию и готов давать показания против Пригожина. По информации основателя проекта «ГУЛАГУН-нет» Владимира Осечкина, да, речь идет о контрактнике Андрея Медведева из Томска. Вот, ему, кстати, подчинялся тот самый Евгений Нужин, которого вагнеровцы казнили кувалдой, да. Как считаете, Пригожин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых или его же вагнеровцы воспользуются его же практикой в несудебной казни? Ну, вы знаете, пока Пригожину было дано столько власти, сколько он, собственно, до сих пор имеет, все-таки учтите, что это человек, который обладает своей собственной огромной армией, которую он может повернуть совершенно в любое русло. И до сих пор, мы, например, знаем о том, собственно, и испытали на себе, что малейшее недовольство вербовками, оно сейчас уже полностью начинается контролировать ФСБ. И люди, вот, собственно, мелкие сошки за ФСБ, они проникают в родительские чаты, в чаты родственников, и под личинами, и под женскими, и очень внимательно отслеживают какие-то протестные настроения. Поэтому мы сейчас можем говорить все-таки о том, что Пригожин имеет и большую собственную свою армию, и действительно на него работают какие-то мелкие сотрудники ФСБ, то, что до них только еще не дошла команда, что работать на Пригожина не надо, или они этого не поняли, либо это какая-то частная региональная инициатива, связанная там с тюрьмами, с ОВСИН и так далее. Поэтому этот парень, Андрей Медведев, которого, в общем, мы хорошо знаем, он наш бывший подопечный, он абсолютно был прав, когда говорил о том, что его жизнь угрожает опасность. Да, действительно угрожает опасность его жизни. Но к этому я отношусь очень сложно насчет его показаний. Надо, конечно, вообще проверить, насколько он был командиром, и что он видел, вообще был ли он в ЧВК «Вагнер». Это, в общем, тоже важная вещь. Пока я не видела об этом свидетельство, знаем-то мы его хорошо. А вещь вторая, все-таки, знаете, если он действительно воевал в Украине и был командиром какого-то подразделения ЧВК «Вагнер», это означает, что на его руках кровь украинцев. И я не знаю, ну, то есть я понимаю, как я к этому отношусь, я понимаю, как я к этому отношусь, но мне будет трудно сочувствовать и верить его показаниям в суде. Еще хотели вот о личности этого Медведева поговорить. Вот известно, что его мать умерла, отца лишили родительских прав, и воспитывался он в детдоме, и после детдома несколько раз сидел, и уже после тюрьмы добровольно отправился в ЧВК «Вагнера». Ну вот с его слов. Он это объяснил тем, что больше вообще никаких перспектив у него не было. И вот интересную мысль высказала журналист Фарида Курбангалеева. Она брала интервью у Медведева. Так вот, она считает, что еще в 2012 году, когда Путин подписал закон Димы Яковлева, ну, закон подлецов, который запрещает усыновлять российских детей гражданам США. Так вот, еще тогда Путин понимал, что именно вот такие никому не нужны детдомовцы, сироты, и в будущем, да, они станут ресурсом для его армии. Как вы полагаете? Это действительно у Фариды очень здравые мысли. И обратите внимание, все-таки еще и почему зэки. Почему зэки становятся основой армии Путина, основой армии Пригожина. Потому что они никому не нужны. Ведь у большинства заключенных нет родственников, родственников никаких отказались. Они асоциальные. И если они пропадают без вести, это мало кому интересно. Один раз мы узнали, что в Ленинградской области Пригожин с попы похоронил одного сироту детдомовца, который погиб в боях. Но это один. А их же, конечно, гораздо-гораздо больше. Вообще такое социальное сиротство – это, конечно, идеальное пушечное мясо. Просто идеальное, которое могут отдать жизнь и ничего не хотеть. И никому ничего за них платить не надо. Андрей Медведев, конечно, персонаж очень противоречивый, я бы сказала так. И занимаясь с его кейсом три года назад, я просто помнила, что шансы у него были. Но мы знаем, что детдомовцы, они все-таки обладают повышенной инфантильностью. И очень мало кто умеет нормально обращаться с деньгами, знать что-то про обязанности, про работу и так далее. Поэтому я так понимаю, что все-таки здесь мы имеем дело с неплохим, может быть, но очень сильно запутавшимся парнем. Вот мы уже говорили с вами сейчас о потерях в ЧВК Вагнера. Вы говорили о том детдомовце, которого с помпой похоронил Пригожин. Ольга Евгеньевна, давайте обсудим все-таки эти потери. Пригожин хвалится, а только количество убитых он не называет. Накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоряк написал, что было завербовано порядка 39 тысяч. И уже 29 тысяч из них это потери. Вот они либо убиты, либо ранены, либо пропали без вести, ну или находятся в украинском плену. Что вам известно о количестве погибших? Ну вот я посмотрела сейчас, сейчас открыла специально последние данные. Последние это чуть меньше месяца назад. Общее количество заключенных, выведенных из подчинения в СИН. 38 тысяч 244 человека. Ну то есть сейчас их больше 40 тысяч. На 1 января 23 года, снято с учета. То есть убита, ранена, пропала без вести, попала в плен. 29 тысяч 543 человека. 77 процентов. Помиловано 106 человек. Ну в смысле вернулись сейчас домой. Ну как мы знаем, что вернулись домой, это на 45 дней. Потом они обязаны вернуться в состав ЧВК Вагнера. То есть это колоссальные потери. Да. Да, это колоссальные потери. Собственно, я даже не назову таких заключенных пушечным мясом. Да, это скорее ковролин. Ими просто застилают украинскую землю. Ну вот, кстати, сейчас в России волна до похорон, ну вот, по частям и бывших заключенных. Тем, кто был в свое время осужден за жестокие убийства, теперь вот им вешают памятные доски, да. Это о случае в Саратове. Там мемориальная доска появилась на здании школы. Героев там теперь героями считают, например, Вагнеровца, который сидел за убийство. Кроме этого, пышные похороны прошли на Урале. Там хоронили Вагнеровца, убийцу женщин. Теперь он получил посмертную медаль за отвагу. Какие вот вам еще известны случаи? Что вы думаете о такой вот безумной практике возвеличивания убийц? Ну вот, вы знаете, я сейчас листаю один из телеграм-каналов, который занимается подсчетом могил в Краснодарском крае. И там вот, там кладбище Вагнера. Количество могил на одном только кладбище. 20 декабря 48 могил. 1 января 95 могил. 14 января 164. Вот такая вот прогрессия. И там есть люди, которые похоронены с почестями. И совсем недавно был некий такой репортаж, довольно павстый, как он от кладбища приезжал, собственно, Пригожин. Пару дней назад. И возложил там цветочки, там, на какую-то могилу. Из сегодняшней фотографии с того же кладбища плюс 5 рядов от цветочков. Знаете, хотел с вами еще такую тему обсудить. Вот вы помните, что Пригожин хотел, чтобы отвоевавшие заключенные, которые остались в живых, чтобы их без конкурса брали в Московский государственный институт международных отношений и в МГУ. А вот я встретил еще более безумную информацию, что отвоевавшему Вагнера зэкам должны были предлагать бы места в Думе от Единой России. Вот они, где обладают всеми необходимыми компетенциями. Так считает член комитета по обороне в Думе Андрей Гурулев. Как вы считаете, вы встречали эту информацию? И вот это фейк или действительно они так думают? Да-да, я встречала эту информацию. Она прозвучала действительно просто публично из уст одного из депутатов. С чем я, собственно, и поздравляю дорогих россиян. Во-первых, надо сказать, что в принципе баллотироваться бывшие заключенные не могут. По действующему российскому закону должно пройти очень-очень много лет для снятия судимости. Но я так понимаю, что закон сейчас никого не интересует в соблюдении закона. Поэтому может быть все, что угодно. Могут хоть медведи, хоть коня везти в сенат. Ради бога. Но дело в другом. Дело в том, что не похоже, что они вернутся. Потому что, еще раз напоминаю, через 45 дней после прибытия вот эти якобы освобожденные заключенные должны вернуться. И я разговаривала с родственниками и все-таки спрашивала. Они же родственники не очень-то хотят, чтобы их дети, мужья, отцы снова возвращались. И они говорят, ну иначе угроза семье. Иначе угроза семье. И они будут насильственно выдворены назад. Поэтому ничего не будет. Поэтому я уж не знаю, кто будет поступать в МГИМО и в Госдуму. Единственное, что я думаю, что российская дипломатия от этого только выиграет. Поскольку тут же будут типичные представители русского дипломатического стиля. Ну и в Госдуме, конечно. Там бандитов и так хватает. И я думаю, они вольются просто как вода в песок. Как говорят, в местах не столь отдаленных перейдут на чистый базар. Да, вот на переговорах. Почему нет? Да. И много по этому поводу можно, конечно, вспомнить шуток. Но просто уже эти шутки, анекдоты из какой-то старой жизни, они настолько быстро превращаются в реальность, что просто уже боишься по этому поводу каламбурить. Давайте еще вот о чем хотел бы вас спросить. Мы уже обсуждали это как-то в наших эфирах, что Пригожин собирался вербовать женщин. Что известно на сегодня? Многие из них согласились, говорят, что этот процесс уже идет. Вы знаете, да. У нас было очень много писем в Руссидя еще летом от женщин, которые рвались подписывать контракт с ЧВК «Вагнер». Ну и, собственно, это можно, в общем, понять. Это нельзя простить, но можно понять. Потому что, в отличие от мужских зон, в женских зонах вообще нет запреток. То есть нет мобильной связи. Соответственно, люди не знают вообще никакой информации, кроме телевизора. Ну и, во-вторых, конечно, так, что мужчины и женщины просто рвутся куда угодно, лишь бы уйти из тюрьмы, лишь бы уехать из зоны. Ну, собственно, несколько источников сообщили нам и сообщили изданию «Верска» о том, что в Казахстанском крае из нескольких станиц пропали женщины, заключенные, которые работали там в сельском хозяйстве, в теплицах, на полях и так далее. Ну, сейчас зима, поэтому в теплицах. Около ста женщин. И по станицам, там в том числе и заменится станица Кущевка. У всех ходят слухи, что их забрали на войну. И, собственно, о чем говорят оставшиеся их коллеги по несчастью, товарки. И это невозможно сейчас проверить, поскольку ВСИН, конечно же, молчит, и их там нет. Это привычный ответ. Мы уже слышим это полгода, с 26 июня, когда первая партия завербованных попала на фронт. То же самое мы слышим и сейчас. Поэтому надо ждать, по всей видимости, подтверждения, когда они появятся на фронте или об этом заявит Пригожин. Но довольно редкий случай, пока мы ориентируемся на то, что обращение от женщин, желающих воевать, у нас есть. А вот от их родственников, которые не желали бы этого допустить, обращения нет. С другой стороны, мы знаем, что женщины просто в тюрьме, они более одиноки, мужчин сидящих. Ну, это, собственно, во всем мире так поддерживают женщины, но и женщины поддерживают женщины. Вот в сети сейчас активно обсуждают интервью ангарского маньяка, убившего более 80 женщин. И сейчас Михаил Попков отбывает два пожизненных срока, а теперь мечтает об армии. И, конечно, подразумевая Пригожинскую. Мол, его военно-учетная специальность очень востребована. Неотребована. Хочет пойти он воевать, когда потеплеет, потому что Морозов не любит. Вот как вы думаете, да, вот сам факт появления этого интервью, да, вообще зачем его вообще записывали, зачем его показывали, на кого оно рассчитано? И все-таки что движет этим маяком? Он же не воевать хочет, да, наверное, мечтает попасть на оккупированные территории и дальше продолжать насиловать и убивать женщин. Ну, безусловно, что 80 человек, это, ну, конечно, это уже, это психика. Еще можно говорить о случайном убийстве бытовом, но, конечно, 80 женщин, и ведь он сейчас признался еще в двух убийствах. Я думаю, что, если честно, это интервью для нас с вами, может быть, даже и полезно, так же, как и для дорогих россиян. Пусть посмотрят. Пусть посмотрят, кто хочет идти воевать, кто, собственно, сидит, и что это вот не зайца с лапками, что я не думаю, что его заберет Пригожин, поскольку, хотя черт его знает, на него это тоже, в общем, на нем это тоже отразится не самым лучшим образом. Но то, что пожизненное заключенное просится в Вагнер, и я уверена, что многие из них уже воюют, это факт, поскольку еще в начале осени «Московский комсомолец», в общем, газетка такая вполне себе федеральная и склонная ко многим подмахиваниям под Путина, других-то нет. Еще в начале осени писала о том, что в нескольких московских тюрьмах, где так или иначе содержатся пожизненные, где есть коридор для пожизненных, такой специальный, в основном их привозят для каких-то следственных действий, эти пожизненные заключенные все написали прошение в ЧВК Вагнер. И на самом деле я думаю, что я уверена, что, по крайней мере, некоторых из них забрали, потому что речь идет прежде всего о стрелках, о знаменитых наемных киллерах 90-х годов. Знаете, я вот представляю себе ситуацию, когда в одном подразделении окажется вот такой убийца женщин, и те женщины, которые написали заявление, чтобы выйти из тюрьмы и тоже попасть на войну в Украину, что у них там будет происходить. Спасибо вам большое. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая» была в нашем эфире. Благодарю вас.